Крупных промышленных комплексов, которые смогли бы предоставить весь спектр судоремонтных и судостроительных услуг, в Крыму фактически не осталось. Советские заводы-гиганты один за другим потерпели банкротство, и на рынок вышли небольшие компании, занимающиеся генподрядом, судоремонтом и судостроением. Одно из таких предприятий – Холдинг Техфлот, который работает в нашем городе с 2003 года. После некоторого провала, связанного с трудностями переходного периода, севастопольским судостроителям удалось наладить работу с новыми заказчиками. Загрузка у нас на производстве большая. Такой загрузки в последний раз у нас была до кризиса 2008 года. Буквально вот у нас с этого года, с января месяца пошли заказы. Конечно, заказы в основном внутренние, хотя есть заказы иностранные суда у нас есть, но заказчики, скажем так, корни из России. Морской завод Холдинга Техфлот, как это ни парадоксально, находится на суше, вдалеке от моря, и, собственно, причальной стенки не имеет. Впрочем, вода здесь и не нужна. На предприятии ремонтируют детали, а также собирают корпуса будущих плавсредств. К примеру, сейчас здесь строят бункеровщик, то есть плавучую заправочную станцию для использования во внутренних водах России. Благодаря Севастопольскому заводу Холдинга Техфлот, Саратовская акватория уже в июне пополнится еще одной плавучей заправочной станцией. Вот такого небольшого цеха достаточно, чтобы построить малогабаритное судно. Мы долго ждали работу, когда появится наконец в городе. В принципе, по жизни пришлось поездить по миру, но надоело. Хочется работать дома. И, наконец, работа вроде как появилась. Работа есть, но с комплектующими пока проблемы. Из-за давления киевских властей часть украинских поставщиков отказалась сотрудничать с Севастополем. По большей части детали закупают в России. Приходится дольше ждать, а время в этом бизнесе – один из ключевых факторов. У всех производственников Крыма большое желание, чтобы был мост. Если хотя бы моста не будет, чтобы была налажена паромная переправа. Вот сейчас мы паром ремонтируем, а проблема в причалах. То есть, в принципе, паромов набрать можно, но, по словам судовладельцев, то больше было бы причала, было бы хорошо. Если бы была бы налажена хорошая логистика, то много бы вопросов у нас по производству снялось. Во-первых, нам не приходилось бы конкурировать, снижать цены по сравнению с материковой Россией в связи с логистикой. За время работы севастопольское предприятие отремонтировало и построило более 90 судов различных классов и назначений. Судостроители надеются, что в российском Крыму отрасль переживет новый этап возрождения, а профессия корабела вновь станет уважаемой и престижной. Иван Глепачев, Павел Красиков, Севенформбюро.